Канзаши – украшения для волос, используемые в традиционных китайских и японских прическах. Примерно 400 лет назад в Японии изменился стиль женской прически. Для укладки волос стали использовать различные предметы – шпильки, палочки. Именно тогда простая расческа гребень становится настоящим произведением искусства. Японские гребни и шпильки стали выражением женского характера, социального положения и семейного статуса. Сегодня канзаши чаще всего носят невесты и те, кто надевает кимоно по роду своей деятельности. В нашей стране техника канзаши стала достаточно популярной. Изделия эксклюзивной ручной работы, украшения для волос, броши, заколки удивляют своей красотой и неповторимостью. В Сланцевской библиотеке прошла выставка работ и мастер-класс Софьи Безбородовой в технике канзаши. Работы мастера выставлялись не только в нашем городе, но и в Санкт-Петербурге. Увлечение делать украшения в данной технике пришло к Софье совершенно случайно. Однажды вечером перед днем рождения ребенка увидела в интернете очень красивый бодок, который мне очень понравился. Я попыталась его купить, но цена была слишком большая. Я решила, а я сделала его сама. И так появилась на свет первая моя работа. Дальше появлялись все еще и еще работы. На одну работу уходит в среднем, в зависимости от объема работы, от нескольких часов до нескольких дней. Среди работ мастера есть не только украшения, но и шкатулки, сувениры. В Сланцах много ценителей этого творчества. Многие хотят приобрести себе эксклюзивно сделанную вещь. Многие хотят научиться сделать красоту своими руками. На мастер-классе царило оживление. По чутким руководствам Софьи из обычной ленты «Лепесток за лепестком» стали появляться красивые цветы, которые в преддверии праздника, несомненно, создадут хорошее настроение и украсят интерьер.